Всем огромный привет! Меня зовут Светлана, и я безумно рада видеть вас на своем YouTube-канале, надеюсь, снова. Еще я с радостью вам сообщаю, что сегодня 15 выпуск «Богиня шопинга для бедных». Вдохновили меня на создание этого выпуска именно вы, а точнее ваши комментарии под последним выпуском, 14-м. Я просто была... ну, спасибо. Я не могла сдержаться, мне было очень приятно. Все ваши слова поддержки я услышала, и поэтому идем в бой и смотрим 15 выпуск. Если вы чисто случайно сюда зашли, то для вас, конечно же, я оставляю плейлист, и вы сможете пересмотреть все предыдущие 14 выпусков. Ну, а если у вас есть такой вопрос, почему же это видео так называется, почему для бедных, и вас это возмущает, пересмотрите тоже видео по подсказке вверху, прежде чем писать комментарий. Я хочу вам честно признаться, что этот выпуск я уже отсняла, 15 выпуск, он уже снят, но сегодня четверг, 25 февраля. У меня сегодня, кстати, годовщина свадьбы. Я хорошо отпраздновала и подумала, что нужно бы мне переснять этот выпуск. А все потому, что я захотела весны, захотела красок. Честно, 15 выпуск должен был быть об обуви. Я говорила, что 15 выпуск я хотела бы посвятить обуви, и мне удалось. Я нашла, классно стилизовала, но нет, вот я сейчас села, будем переснимать. И самое главное, что же это значит? Это значит, что следующий выпуск, 16, выйдет очень-очень скоро. Ну, совсем скоро. И поэтому подписываемся на канал, не разбиваем мое сердечко. Я хочу добить 7 тысяч подписчиков. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы у вас становилось больше, чтобы клуб любителей богини-шоппинга для бедных расширялся. Поэтому прошу вас, подпишитесь, если вы смотрите без подписки. Обязательно, обязательно, вот прошу, пожалуйста, лайк. Мне действительно он очень нужен, потому что он поможет этому видео подняться вверх по каким-то супер рейтингам Ютуба, какой-то статистике. Ну, в общем, это видео увидит намного большее количество людей. Спасибо заранее за лайк. И интрига, интрига, интрига. Конкурс! Не зря я обращаюсь к вам, как к клубу любителей богини-шоппинга для бедных, потому что у меня есть для вас подарок. В подароке, подарком, подарком, будут две красивые, актуально-модные свечи. Вот эти вот, где-то вот здесь появится вся картинка. Я хотела бы их разыграть, надеюсь, вы не против. Это очень универсальный подарок. Впереди 8 марта. И вообще, сегодняшний выпуск, он полностью-полностью посвящен весне. Он такой неперсонализированный и для парня, и для девушки. Если вы хотите украсить свой дом, хотите подарить кому-то эти свечи, возможно, хотите, знаете, для этих модненьких фоточек в Инстаграме, или вообще вы просто фанат свечей, почему бы и нет. Условия. Условия очень простые. В плейлисте «Богини-шоппинга для бедных» выбирайте выпуск, который вам нравится. Мой любимый выпуск 14-й, 5-й, 4-й, 3-й, 1-й. Я все выпуски люблю. Ну, а возможно, у вас есть этот самый любимый. Снимите сториз, как вы смотрите и какой выпуск. Напишите «Люблю выпуск «Богини-шоппинга для бедных»» номер 3, возможно, возможно, 11, возможно, 10. Любой, который вы любите, просто меня отмечайте. Вот мой Инстаграм. Я увижу, что вы в сториз отметили, и в этом же, в этом же Инстаграм я сделаю розыгрыш. Вы узнаете. Я думаю, будет хорошо до 1-го, 2-го марта. Либо 1-го, либо 2-го марта вы уже увидите результаты. Отправляю куда угодно. За границу, в пределах Украины. Вообще без разницы, это не имеет никакого значения. Жду ваши отметки в Инстаграм. Еще, чтобы мы с вами не потеряли друг друга, я в своем сообществе, где мы с вами общаемся каждый день, тоже продублирую информацию. Возможно, кому-то будет так удобнее сразу зайти в YouTube и увидеть, что именно вы выиграли свечи. Если пройдет все на ура, я буду делать постоянно такие конкурсы. Просто за этим вот с универсальностью подарков у меня проблемы. Мне кажется, не каждый подарок, он подходит. Потому что меня смотрят, оказывается, не только девушки, но еще и противоположные. Это классно, это супер. Сегодня будет сочно, сегодня будет ярко. Я читаю в комментариях, что вам нравятся мои советы, когда в каком-то влоге я рассказываю. Это можно стилизовать с этим, это хорошо будет выглядеть в этом образе. Сюда такую обувь, сюда другую обувь. Короче, честно, я не люблю давать советы, потому что еще до YouTube я говорила, знаете как, я не знаю, возможно, это вырежу, а возможно, нет. Нет, советы, это когда ты не хочешь в туалет, а тебе суют туалетную бумагу. Это абсолютно мое такое авторское просто, как это предложение, моя фраза такая авторская, я часто ее применяю в своей жизни. Но сегодня каким-то советом, а точнее, знаете, примером, примером быть, назовем этот выпуск «Розовый зефир», «Будь яркой» или я еще придумаю какое-то название, надеюсь, не придет вдохновение. Должна вам признаться, что поиски длились долго, вдохновения совершенно у меня не было. И в последний день, как потом оказалось, в сети магазинов «Авнова Еврошоп» я нашла, ну, просто-таки, розовый зефир, я бы так это назвала. Это костюм, и костюм такого ярко-розового цвета, просто цвет Барби. В этот день я очень спешила, я его купила без примерки. Мне понравился только цвет, он прям, ну, как-то, знаете, разбудил во мне это чувство весны. Я его быстренько взяла и пошла на кассу. Там оказалось, что цена за килограмм была 10 гривен. Этот костюм весил полкилограмма, это 5 гривен. Чтобы вы понимали, сегодня курс доллара примерно 28 гривен, 1 доллар. Поэтому мне сложно сказать и перевести в доллар, это практически ничего. Этот костюм практически ничего не стоил. Это впервые такое за все выпуски «Богини шоппинга», даже в том выпуске, когда мы с вами сдавали макулатуру, я заплатила дороже, честно. Сегодня мы, кстати, вернемся к этому выпуску. Я его купила без примерки и аргументом к такой покупке стало то, что, вы знаете, эти все манипуляции с костюмами, которые я делала, я думаю, так, если что-то плохо сядет, отнесу, как всегда, куда в ателье, знаете, и будут мои вечные истории, отнеси в ателье, нужно здесь перешить, нужно здесь убавить. И вообще, мне кажется, я люблю играть в эту игру, не знаю, как вы. Вот уже после стирки этот костюм вы сможете увидеть крупным планом и состоит он из трех элементов. Это топ, который сейчас на мне, я покажу его классную стилизацию, не смогла не удержаться и не надеть его сегодня. Так вот, топ, юбка и жакет. Особое внимание я буду уделять именно топу и юбке, потому что, как стилизовать такой жакет, я думаю, очень просто, с джинсами. Вообще, главное, минимизировать его мимишность. Когда на этот костюм смотришь, и вы тоже это видите, можно сказать, что это такой костюм учительницы на 1 сентября, либо какого-то госсотрудника, который нарядился на 14 февраля, найдите название какой-то этому костюму, такое креативное. Пока что все, что креативное, я вам сказала, с чем у меня ассоциируется. И я с ним стала играть. Во-первых, я стилизовала топ. Посмотрите, как я его стилизовала. Я убрала эти баланы, которые должны быть, баланы, короче, шлейки, которые вот объемненько смотрятся. Я их убрала вниз топа, поставила бретельки, так более утонченно выглядит. И вообще, сейчас так модно рубашечка, такой корсетик, топ. Ну, вся эта история сейчас очень актуальна. Вообще, ничего не бойтесь. Носите, как вам нравится, как ваше душе угодно. Наслаждайтесь модой. Сейчас модно все. Ничего нет устаревшего. Есть только то, что вам не идет. Ну, это само собой. Но все, что вам нравится, пожалуйста, носите. И, пожалуйста, никого не слушайте. Совет от меня, который никто не просил. Так вот, если вы захотите стилизацию с этим жакетом, напишите. Ну, мне кажется, странно хотеть. Но если хотите, я составлю. Давайте юбка. Юбка и топ это сложнее, потому что топ, он такой, знаете, слишком классический. По составу. Вообще, он такой приятненький. Я думала, что это вообще лен такой, знаете, весенне-летний будет костюмчик. Но нет, оказалось здесь 72% это хлопок, а все остальное это полиэстер. Сделан этот прекрасный костюм в Барселоне, в Испании. И, конечно же, когда я пришла домой, нужно же писать вам сценарий. И нужно как бы узнать, что это за бренд. Давай гуглить. И Google переводчик мне сказал, что вот данный бренд. По переводчику данный бренд произносится как Луис Севит. Вот так пишется и, собственно, так произносится. Кстати, этот бренд я никогда не встречала. Возможно, я не хожу, знаете, в подобном. И привлек в меня только цвет. Но сейчас будет крутая стилизация. Не переключаемся. Нет, в коем случае. Google мне показал, что костюмы-то дорогие. Google мне показал, что костюмы очень классические. То есть стилизуют эти костюмы со шляпками. И вообще у меня такая-то и подробная история. Какие-то конные скачки. У меня такая личная ассоциация. Не знаю, с этим не очень такая ассоциация. Но вот с теми, которые вы видите у себя на экране, их конкретно стилизуют со шляпками. Еще я посмотрела на ebay. На ebay тоже все со шляпками. Шляпки не было. Это 12 размер. И по этим же европейским сайтам, кстати, поняла, что бренд популярен и пользуется огромным способом. Состояние у этой вещи практически идеальное. Единственное, что его не носили. Это точно. Но его плохо транспортировали. Либо плохо использовали в магазине Second Time. Вы сами представляете какие-то баулы, как это все транспортировалось. И плечики вот здесь я вам ближе буду вставлять кадры. Они повреждены. Их нужно просто подшить. С юбкой и топом все отлично. Просто белиссимо. По-моему, я хочу очень сильно с вами сейчас болтать. Но давайте приступим к стилизации. Повторюсь, что наша цель стилизовать топ и юбку. Если будут желающие, я стилизую еще и жакет. Юбка идет с такими декоративными элементами. Прекрасно смотрится. И манекен у меня где-то XSS. Поэтому она велика манекену. Ну и вообще-то 12-й размер. Ну такой 12-й европейский в притек размер я это называю. Сбоку есть молния. А с топом, в принципе, все понятно. Я его сочетала с рубашкой. Сейчас модно делать именно такие рукава. У меня там какая-то песня играет. В общем, сейчас модно именно такая расслабленная рубашка. И мне нравится, как выглядит топ розовый с розовым. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит все на мне. Юбка такая достаточно свободная. Ну это мой размер. Так, знаете, немножко еще можно покушать. Топ можно носить по-разному, как я уже говорила. Можно шлейки вместе, можно шлейки спускать. И то и то выглядит очень женственно. Я специально делаю такой пример на себе, чтобы показать вам, как я постепенно все буду стилизовать. Топ, видите, застежка не совсем такая привычная для меня. Будто, знаете, все наоборот. Сверху вниз застегивается. И, кстати, на камере хорошо видно, какой красивый это розовый цвет. Потому что я уже увидела, когда редактировала, на манекене оказался розовый темнее. Я бы очень хотела все это дело подзаправить. И сейчас я именно этим и займусь. В планах у меня сделать этот комплект носибельным. И в планах его сделать актуальным. Потому что в 2021 году все-таки модные не только цветовые решения, но и актуальные. Обувь, подбор аксессуаров. Как вы видите, на мне нет никаких аксессуаров. И я сейчас это буду все исправлять. Я как белый лист, знаете, вот просто костюм. И посмотрите, что же я с этим всем придумала. В одном из выпусков я показывала кроссовки. Это тоже богиня шоппинга для бедных. Их я заказала в интернете за 3 доллара. Это самая популярная сейчас модель от New Balance. У меня конкретно Vintage. И сейчас я делаю этот костюм стандартным. Не буду ничего заправлять. Добавлю просто кроссовки. Кроссовки серо-голубого цвета и розовый-голубой. Это мои любимые цвета. Посмотрим, как это будет выглядеть. Теперь нам понадобится ремень. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть талию. И вы сразу подумаете, ремень такого черного цвета, с розовым и голубым цвета. Это что-то не то. Но дальше вы все поймете, зачем. У меня есть свой лайфхак. Как я делаю, в принципе, и с тем же пиджаком, и с юбками, и с шортами. Я вещь, которую нужно мне заправить, завязать, поднимаю выше. Ну, намного выше. Соответственно, сама выбираю тот уровень талии, который мне нужен. Вам для этого понадобится пояс. Мой пояс из Instagram-магазина. Я здесь для вас напишу название. Там есть очень много винтажных, интересных моделей. Заглядывайте и выбирайте свой. Мой просто идеальный, с таким ангелочком. Кожа, винтаж, все, как я люблю. Ну, а теперь давайте добавим красок. У меня есть тоже из богини шоппинга для бедных. Это был десятый выпуск. Я уже говорила, что мы вернемся к видео с макулатуры. Такой голубой вязанный топ. Это ручная работа, как мы с вами уже выяснили. И это сочетание розового, голубого. Мне кажется, просто супер. Можно носить и так расслабленно. Тогда, возможно, ремень вообще не нужен. Но я бы хотела подзаправить и показать линию талии. Вообще такая стилизация очень популярна у скандинавских блогеров. Именно их я люблю смотреть за добавление цвета во всю пастель. Это классический просто пример. Я для вас оставлю вот этих девчонок, очень классных, зажигательных. Возможно, кому-то будет близок именно их стиль. Если с образом все более-менее понятно, давайте приступать к тому, чтобы добавлять аксессуары. Я добавляю сумку. У меня такая лиловая малышка. И вы подумайте, куда еще один цвет. Но все дальше будет понятно. Во-первых, это тоже такой пастельный элемент. Во-вторых, мы еще кое-что добавим, что уравновесит все эти цвета между собой. Этот образ я дополняю вот такими сережками. Это кольца, они достаточно массивные. Можно добавить и маленькие, сейчас актуальные тоже полуколечко, но они должны быть золотые и вот такие массивные. Не тоненькие ни в коем случае. Это добавит такой игривости, такой, знаете, легкости образу. Показываю вам заколку. Вот два цвета. Если голубая резинка хорошо бы сочеталась с вот этим топом вязаным, то этот такой крабик, эта заколка называлась в моем детстве, сейчас очень и очень актуальная. И сейчас можно носить любые эти же крабики и таких классических оттенков, как мы с вами привыкли, коричневые, черные, такие яркие, чтобы добавить в образ цвета. Мне очень нравится, кстати, я вспоминала, как это его там закручивало, как я делала эту прическу. Вообще, человек, который придумал вот так завязывать волосы, это просто гений. Так удобно, я ходила целый вечер, и куда же я без селфи? Думаю, нужно срочно сделать селфи и запечатлеть момент. Мне очень нравится такая прическа, рада, что они вернулись. Многие напишут, мы так ходили в том-то, в том-то году. Но, честно, это классное возвращение, вот такой детали, казалось бы. Думаю, вопросы по поводу, с чем будет хорошо сочетаться сумочка и цвет в образе, мы с вами уже решили. Давайте теперь разберемся с ремнем. Ремень черного контрастного цвета, и чтобы в этом образе он смотрелся классно и тоже как-то вписывался, я добавляю свои черные очки, я их заказывала на сайте Answer.ua, для вас подсказка вверху. Ну что ж, дорогие мои зрители, вот такой образ у меня получился. Вы смогли оценить весь процесс его создания. Надеюсь, я заслужила на ваши лайки, потому что подробно все рассказала. И так со старомодного костюма, который практически ничего не стоил, проезд в транспорте, в принципе, такой же, да? Ну, примерно, где-нигде. Поэтому это совершенно ничего, это билет в одну сторону, а я смогла сделать из этого достойный вариант. И вы знаете, все вещи, которые я вам показываю, и кроссовки, и вот этот топ голубой, пример того, как я сочетаю вещи между собой, потому что они тоже были куплены буквально за копейки в магазинах Second Hand. Я их покупала и где-то там в интернете, я помню, заказывала эти кроссовки. Во всех своих выпусках я действительно делюсь информацией, как я использую их, и это хороший пример. Надеюсь, вам полезный. Ну что ж, вот таким ярким был пятнадцатый выпуск. Надеюсь, я вас вдохновила на новые поиски, новые идеи, новые стилизации. Ничего не бойтесь, сочетайте, носите. И вообще, одежда должна вам нравиться в первую очередь, и без разницы, кто что говорит. Увидимся скоро, я уже готовлю следующий выпуск. Не пропусти и нажми, наконец-то, колокольчик. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорого. Всем пока!